Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. Эти слова священника, философа и поэта Павла Флоренского были написаны в 1918 году. В это время троица Сергиева Лавра переживала очередной трудный период своей истории. Лавра была закрыта, Московское духовное семинарие распущено, рака с мощами преподобного Сергия Радонежского вскрыта. Известна фотография писателя Михаила Пришвина, который снял кадры с носа лаврских колоколов. На коробке сотнями негативов, сделанных зимой 1929-1930-го, написано «Когда били колокола». Ценность, полученная после переплавки меди, была ничтожной в сравнении с утратой памятников колокольного искусства России. Руд металла Торгу было сдано 19 разбитых колоколов. Возрождение церковного богослужения и монашеской жизни в троице Сергиевой Лавре наступило в 1946 году. Сегодня Лавра – крупнейший православный мужской монастырь в России, уникальный пример белокаменного зодчества. На территории находится музей христианского искусства, коллекции которого насчитывает более 20 тысяч предметов, включая уникальные собрания графики, антиминсов, шитья и старинных книг. Здесь ощутительнее, чем где-либо пульс русской истории. Здесь собрано наиболее нервных, чувствующих и двигательных окончаний. Здесь Россия ощущается как целая. Павел Флоренский Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok